Хоть и на дворе 2024 год, казалось бы, абсолютно каждый рядовой пользователь компьютера, и тем более школьник, умеет переустанавливать Windows. Но после прихода огромного количества новой аудитории, я понял, что это далеко не так. Меня многие попросили показать, как устанавливать Windows. Сначала я думал, что ролик для этого делать не обязательно, но так как многие не обращают внимания на такие мелочи, я решил снять полноценный... Куда ты понесла его? А ну стоять, ты чё делал? Перед началом всех действий убедитесь, что у вас есть флешка на 8 гигабайт или выше. Ведь из-под неё мы будем запускать установщик системы. Для начала нам нужно скачать само Windows. Это зачастую ISO файл, который весит около 5 гигабайт. Откуда скачивать ISO образ не имеет значения, качайте оттуда, кому верите. Можно скачать как официальный Windows на сайте Microsoft, так и сборку macOS 1122H2, например. Обзор на сборку у меня выходил в предыдущем ролике. После того, как мы скачали ISO образ, нам нужно записать его на флешку. Ииии нет, просто перекинуть ISO образ на флешку и пытаться с него запуститься бесполезно. Нам нужно смонтировать образ и сделать нашу флешку загрузочной. Для этого я покажу два самых популярных способа. Первый самый надёжный, записать флешку с помощью Rufus. Но тут нужно немного быть внимательным. Переходим на сайт программы и качаем портативную версию для удобства. И тут нужно подметить, что если у вас доэстетическое железо, которое не запускает первую или вторую версию, нужно перейти в другие версии и долистать до версии 3.22. Она ещё подписана как последняя, поддерживаемая седьмой виндой. Если вам подошла только эта версия, то вам придётся искать 32-битный образ. Windows и сборки подписываются ещё как x86. Это очень важно, не x64, а именно x86. Теперь открываем программу. В пункте устройства вам нужно выбрать флешку, которую не жалко отформатировать. Но Rufus автоматически выбирает доступную. В пункте метод загрузки нам как раз нужно выбрать ISO образ, который мы скачали ранее. Для этого жмём справа кнопку выбрать и в диалоге выбираем ISO файл. Далее в схема раздела нам нужно указать таблицу разделов вашего диска. И тут есть сложная дилемма, GPT или же MBR. Для того, чтобы узнать какая у вас схема раздела, откройте командную строку и напишите diskpart. Затем напишите lissdiss. Если справа там где GPT звёздочка стоит, значит схема таблицы разделов GPT. Если звёздочки нет, значит у вас старый MBR. На основе полученной информации указываем схему раздела. А целевую схему справа и файловую систему и размер кластера снизу вообще не трогаем. Всё что нам осталось это нажать кнопку старт и согласиться на то, что все данные сфлешки будут стёрты. Процесс записи образа зависит от вашей флешки. Если она какая-нибудь новая USB 3.0, то образ может записаться и за 5 минут. В моём случае мне приходится ждать аж целых 40. После того, как прогресс бар стал полностью зелёным, а программа пишет готов, можем смело закрывать программу и забыть про неё. Если же вас такой сложный способ не устраивает, можете попробовать второй и простой вариант винтой. Сразу хочу сказать, что в отличие от Руфуса, сборки Windows записанные на винтой очень часто выдают ошибку во время установки. Поэтому если у вас сугубо один компьютер и в случае чего вы не сможете перезаписать флешку, я бы не стал рекомендовать винтой. Для второго способа переходим на сайт винтой, потом на вкладку Downloads и выбираем винтой windows.zip. Сохраняем архив и распаковываем папку куда угодно. Далее открываем файл винтой to disk. Здесь всё проще некуда. Единственные три вещи, которые нам нужно сделать. Выбрать флешку, что тоже делается автоматически, а затем нажать слева сверху на настройки. Если у вас Secure Boot в компьютере включён, поставьте галочку. Если же он у вас не включён, не ставьте. Для того, чтобы узнать включён ли у вас Secure Boot, нажмите комбинацию клавиш WinR и напишите msinfo32. В открывшемся окне сразу же будет видно состояние безопасной загрузки или же Secure Boot State. А справа вид назначения. После того, как мы решили вопрос Secure Boot, ниже нам точно так же нужно указать таблицу разделов. Как узнать её, я уже рассказывал ранее. Нам остаётся нажать установить, дождаться когда флешка форматируется, а процесс завершится. А затем действительно взять и перекинуть на флешку ISO образ. Теперь после того, как мы полностью закончили с флешкой, нам нужно сделать важные вещи, чтобы учесть какие-либо неудачные сценарии. Первое. Запомните вес вашего системного раздела или диска. Я имею в виду раздел C, на котором находится ваша Windows. Вам нужно будет его удалить. Поэтому предварительно не забудьте полностью перенести все ваши данные и тщательно убедитесь, что перенесли и организовали документы, рабочий стол, изображение, видео, загрузки и прочее. Второе. Скачайте установщик Wi-Fi драйвера. Если у вас ноутбук, загуглите свою модель ноутбука и драйвера. Можете даже прихватить заодно драйвера на Bluetooth и тачпад. Если у вас компьютер, нажмите правой кнопкой мыши по меню пуск и выберите диспетчер устройств. Нажмите там сетевые адаптеры и гляньте название вашего адаптера интернета. Скопируйте его и добавьте Wi-Fi драйвер или же драйвер download. И начните его загрузку на несистемный раздел, чтобы его позже не потерять. После того, как мы убедились, что у нас все перенесено, записано и готово, можем попрощаться со старой системой и запускаться из флешки. Тут тоже есть два способа. Самый простейший и элементарнейший это открыть меню пуск, нажать на меню выключения и держа клавишу shift нажать на перезагрузку, чтобы попасть в меню дополнительных параметров. Там нам нужно нажать use a device или же использовать устройство и выбрать нашу флешку, то есть что-либо связанное с USB. Второй и древний вариант перезагрузить устройство и прожимать клавишу boot меню. Она у всех вообще разная. Это может быть клавиша escape, delete, f2, f10, f12, поэтому тут нужно узнавать. Ну а затем в этом же boot меню, которое у всех тоже разное, выбрать USB флешку. Ну а так как мы успешно сделали загрузочную флешку, мы уже грузимся из-под неё. Если вы устанавливаете macOS, у вас вылезет диалог выбора языка. Кстати, скачать мои сборки можно на моём сайте, ссылка будет в закреплённом комментарии. Жмём установить, у меня нет ключа продукта. И если у вас macOS, то проверки на системное требование у вас не будет. И соответственно ошибки тоже никакой. Если же вы устанавливаете оригинальную Windows 11 и ваша хлебопечка не подходит по требованиям, в своём телеграм канале я сниму короткий ролик как об эти системные требования, ссылочка будет в описании. Соглашаемся на лицензионное соглашение, а в следующем этапе выбираем выборочную установку. Потому что если вы нажмёте обновление, вас система пошлёт грузиться в винду. А учитывая то, что мы хотим переустановить систему полностью, просто выбираем выборочную установку и переходим дальше. Теперь остаётся последний и очень важный этап, в котором вообще нельзя налажать. Если вы хотите переустановить только систему, вы предварительно должны были перенести все свои важные данные на какой-то другой раздел, который не системный. Если вы этого не сделали, закройте окно и выйдите из установщика. Если же вы уже всё перенесли, давайте перейдём к этапу дисков. Помните я вам говорил запомнить размер системного раздела? Так вот, удалите раздел системы и размер которого вы запомнили. А также удалите малюсенькие разделы на 20, 100, 200 или 500 мегабайт. Это всё разделы загрузчика и восстановления системы. В общем, вам это не нужно, потому что после установки новой системы создадутся уже новые. Теперь выбираем неразмяченную область, или по желанию можем вручную создать разделы и ввести определённый размер. Его, к сожалению, нужно вводить в мегабайтах, поэтому подсчитайте на калькуляторе количество гигабайт и умножьте его на 1024. Если вы трогали только системный раздел, можете не париться. Если же вы решили снести абсолютно все разделы, то я рекомендую под системный раздел выделить гигабайт 200, а уже под остальные файлы создать отдельный раздел. Теперь просто жмём «Далее» и откидываемся на спинку кресла, пока Windows устанавливается на наш компьютер. Ждём, когда закончится копирование файлов, распаковка, потом перезагрузка, потом ещё одна, а затем будет первоначальная настройка. В macOS, конечно, сразу можно создать локальную учётную запись, но если у вас оригинальная система и вы не хотите вводить аккаунт Microsoft, либо же если у вас первоначальная настройка не видит Wi-Fi, нажмите на сочетание клавиш Shift F10 и в командной строке напишите CDOOBE, а затем Bypass и нажмите клавишу Tab. У вас командная строка автоматически наведёт на скрипт BypassNRO.cmd, а затем нажмите Enter. У вас перезагрузится устройство, и появится возможность отказаться от подключения интернета, если у вас его нет, а также возможность зайти в локальный аккаунт. Дальше уже всё элементарно, просто отвечаем на разные вопросы, снимаем где только можно галочки и встречаем первоначальную анимацию. После неё мы попадаем на рабочий стол. Если у вас подключён Wi-Fi, в течение 10 минут у вас автоматически установятся видеодрайвера, и смотреть на чистую систему будет уже не страшно. Если же у вас интернета нет, то используйте установщик Wi-Fi драйвера, который вы сохранили себе ранее. Первым делом зайдите в центр обновления. Таким образом вы актуализируете систему путём, как ни странно, обновления, а также установите драйвера из базы Windows. Для начала этого хватит. После того, как все драйвера и обновления установятся, перезагрузитесь. После установки драйверов с центра обновления, по идее, все драйвера должны уже встать. Но они зачастую не актуальны. Благо в наше время установка драйверов это вообще не проблема. Достаточно написать NVIDIA App или AMD Software, скачать программу, и прямо на этапе установки вам предложат скачать самые последние драйвера. На этом у меня всё. Если у вас остались какие-то вопросы или проблемы, можете подписаться на мой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании. А если вам понравился ролик, буду благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Желаю всем удачи и до скорой встречи.